Всем привет и сегодня речь пойдет о водорезе. Водорезы или ножеклювы род птиц из семейства чайковых, отряда ржанкообразных. В состав рода включают три вида. Водорезы являются в эволюционном отношении самой молодой группой чайковых птиц. Водорезы размером с озерную чайку, но из-за длинных заостренных крыльев кажутся крупнее. Оперение сверху черное, снизу белое, с белым лбом, передом и боками шеи и под хвостем. Задние края крыльев окаймлены узкими белыми полосами, хвост белый, только средняя пара рулевых перьев темная. Клюв достаточно высокий, длинный и сильно сжатый с боков, по форме напоминающий нож. Нижняя часть клюва примерно на треть длиннее верхней. Удлиненная и плоская с боков рамфотека под клювье постоянно растет, поскольку его кончик со временем притупляется и стирается. Верхняя часть клюва может открываться под углом 45 градусов. Режущие кромки над клювья и под клювья сливаются примерно на середине длины клюва, поэтому ротовая полость занимает только его половину. Для предотвращения при поимке добычи характерным для водорезов способом повреждения шеи и головы, их голова и под клювья укреплены особым мускально-связочным механизмом, позволяющим этим птицам также эффективно подхватывать рыбу из воды. Особенностью водорезов, отличающей их от всех других ржанкообразных, являются узкие вертикальные щелевидные, а не круглые зрачки, выдающие их сумеречно-ночной образ жизни. Крылья сравнительно узкие и заостренные, хвост почти прямо срезанный, короткие лапы окрашены в красный или оранжевый цвет. Африканский водорез и индийский водорез обитают у пресных водоемов в тропических широтах Африки и Южной Азии. Черный водорез распространен в Южной и Центральной Америке, где обитает на реках, озерах и морских побережьях в Северной Америке, только вдоль юго-восточного морского побережья. Водорезы любят жить в небольших группах, у лагун или речных берегов. Водорезы охотятся в мелкой воде на добычу. Водорезы охотятся не только днем, но и ночью. К их основной добыче относится рыба, которую они ловят, летя прямо над поверхностью воды и прочесывая ее нижней частью клюва, благодаря чему водорезы и получили свое название. При касании с рыбой клюв мгновенно закрывается с откинутой назад головой. Добыча после этого загладывается. Длина 45 сантиметров. Вес 420 грамм. Гнездятся водорезы небольшими группами на песчаных отмелях и островах. Яйца в количестве от 3 до 5 откладывают в ямку, вырытую в песке. Птенцы сразу же после вылупления могут бегать, но тем не менее потом еще долго выкармливаются родителями. Вот и подошло видео к концу. Теперь я попрошу всех поставить лайк и подписаться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok